Псалом 129 Из глубины взываю к Тебе, Господи! Что значит из глубины? Не просто устами, не просто языком, потому что слова льются и тогда, когда мысль блуждает, но из глубины сердца с великим усердием и ревностью из самых оснований души, таковы души скорбящих. Они потрясают всецело, сами себя, в самом сердце, призывая Бога с великим сокрушением, потому и бывает услышано. Такие молитвы имеют великую силу, не рассеиваясь и не колеблясь, хотя бы дьявол нападал с великой дерзостью. Как дерево, крепкое, весьма глубоко пустившее корни в землю и обхватившее недра ее, противостоит всякому порыву ветра, а дерево, держащееся на поверхности, колеблется при малом дуновении ветра, вырывается с корнем и падает на землю. Так точно и молитвы, исходящие из недр души, имеющие корень в глубине ее, остаются крепкими и неослабными и не колеблются. Хотя бы приступали бесчисленные помыслы, и все полщище дьявола, а молитвы, исходящие изо рта, из языка, но не происходящие из глубины души, не могут даже взойти к Богу по беспечности молящегося, потому что малейший стук возмущает его, и всякий шум отвлекает его от молитвы. Уста его издают звук, но сердце пусто и ум не занят. Не так молились святые, но с такой ревностью, что преклонялось и все тело. Блаженный Илья, готовясь молиться, во-первых, искал уединения, потом положил голову между коленами и, воспламенив себе великую горячую, и таким образом совершал молитву. Третье царство, 17-42. Если хочешь видеть и прямо стоящего на молитве, то посмотри опять на него же, когда он обратился к небу и молился с таким напряжением, что не звел огонь свыше. Также, когда он хотел воскресить сына вдовы, то простерся весь и совершил его воскресение, не рассеиваясь и не зевая подобно нам, но воспламеняясь ревностною молитвою. Впрочем, для чего говорить об Илье и других святых. Я часто видал женщин, которые за отсутствующего мужа или больного ребенка так молились из глубины души, проливали такие потоки слез, что достигали цели молитвы. Если же так пламенно молятся женщины за ребенка и отсутствующего мужа, то может ли получить прощение муж, молящийся безжизненно с мертвой душою? Потому мы часто и отходим тщетными после молитвы. Послушай, как Анна молилась из глубины души, какие проливала потоки слез, как возвышалась посредством молитвы. Кто молится таким образом, тот еще прежде, нежели получит просимое, получает от молитвы великие блага, укращает все страсти, смиряет гнев, изгоняет зависть, подавляет похоть, ослабляет любовь к вещам житейским, доставляя душе великое спокойствие, восходит на самое небо. Как дождь, падая на твердую землю, размягчает ее, или как огонь смягчает железо, так подобная молитва еще сильнее огня и лучше дождя смягчает и орошает ожесточившуюся от страстей душу. Душа сама по себе нежно и восприимчива, но как вода истра часто окаменевает от холода, так и душа наша от греха и беспечности оттвердевает и делается камнем. Поэтому нам нужна великая горячность. Чтобы размягчить затверделость ее, это преимущественно совершает молитва. Итак, когда ты приступаешь к молитве, то забудься не о том, только чтобы получить просимое, но чтобы во время самой молитвы сделать свою душу лучшую, потому что и это производит молитва. Молячийся таким образом становится выше всего житейского, окрыляет свою ум, делает мысль легкой свою, не уловляется никакой страсти. «Из глубины я воззвал к тебе, Господи!» Здесь пророк употребляет два выражения. «Из глубины» и «воззвал». Разумея, под воззванием не звук голоса, а расположение души. «Господь» услышал голос мой. Отсюда мы научаемся двум истинам. Во-первых, той, что невозможно получить чего-нибудь от Бога, если не будем должного с нашей стороны делать. Потому он наперед и сказал «из глубины воззвал», а потом «услыши». Во-вторых, той, что молитва, напряженная, исполненная слез, умиления, может с великой силой преклонять Бога к принятию молитвы. Потому пророк, как бы совершив нечто великое, и исполнив должность со своей стороны, и продолжает «Господи, услышь голос мой, да будут туши твои внимательны к голосу молений моих». Ушами он называет способность слушать, а под голосом опять разумеет не звук дыхания, не крик, а напряженное состояние души. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Дабы кто-нибудь не сказал «я грешник, исполнил бесчисленных зол, не могу приступать молиться и призывать Бога». Пророк для уничтожения такого недоумения и говорит «Если будешь замечать беззаконие, Господи, Господи, кто устоит?» Слово «кто» здесь означает «никто». Потому что невозможно, поистине невозможно, никому никогда удостоится милости и человеколюбия, если будут исследованы дела его со всей строгостью. 407. «Это мы говорим не для того, чтобы ваши души предавались беспечности, но чтобы ободрить впадающих в отчаяние. Кто может сказать, что очистил сердце твое? Кто дерзнет сказать, что очистился от грехов своих?» Притча 29. «Но для чего говорить о других, если бы я вывел Павла и стал требовать от него строгого отчета в делах его, то и он не мог бы устоять». В самом деле, что он мог бы сказать? Он тщательно изучил пророков, был ревнителем отеческого закона, видел совершавшееся знамение, и однако оставался гонителем и переменился не прежде, как получив чудное видение и услышав страшный голос. А до того времени все приводил в смятение и разрушал. Но Бог, несмотря на все это, призвал его и удостоил великой благодати. А верховного Петра не обвиняет ли то, что он подвергся тяжкому падению после бесчисленных чудес и знамений, после такого предостережения и совета? Но Господь, несмотря на это, поставил его первым апостолом, «Потому и говорит, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы я сеял тебя, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». После этого, если бы Бог пришел судить не с милостью и человеколюбием, но требовать строгого отчета, то непременно всех нашел бы виновными. Вот почему и Павел говорит, «Хотя я сам за собой не знаю ничего, но тем не оправдываюсь. Если будешь замечать беззаконие, Господи, Господи, то кто устоит?» Не напрасно пророк употребляет повторение, но в знак своего удивления и изумления великому человеколюбию Господа, бесконечному его величию и неизмеримой пучине его благости. Кто устоит? Не сказал, кто убежит, но кто устоит? Не состояние будет, говорит, даже устоять, ибо у тебя прощение, очищение. Что значит у тебя очищение? Избежать наказания можно, не за наши добродетели, но по твоей благости, потому что избавить от суда зависит от твоего человеколюбия. «Если мы не удостоимся его, то и наши дела не в состоянии спасти нас от будущего гнева». 408. Объясняя это, сам Бог через пророка говорит, «Я есть изглаждающий беззаконие твои». То есть это мое дело. Дело моей благости, моего человеколюбия. Твои дела никогда не в состоянии избавить тебя от наказания, если не присоединиться мое человеколюбие. И еще Исайя говорит, «Я терплю вас», показывая, что ради имени его дается прощение, но у тебя прощение, да благоговеет пред тобою. Смысл этих слов следующий. «Ради человеколюбия твоего, ради закона твоего я ожидал спасения, потому что если бы я смотрел на свои дела, то давно отчаялся бы, давно потерял бы надежду. Но теперь, внимая закону твоему и слову твоему, я питаю добрые надежды». Какому слову? Слову человеколюбия, потому что он сам говорит, «Как отстоит небо с земли, так отстоят мысли мои от мыслей ваших и пути мои от путей ваших». Так же пророк говорит, «По высоте небесной от земли утвердил Господь милость свою на боящихся и еще. Как отстоит восток от запада, так удалил от нас беззаконие наши». Псалом 102. То есть не только совершавших добрые дела я спасал, но и грешников щадил, и среди беззаконий твоих оказывал тебе мое покровительство и попечение. Для кого страшным? Для врагов, для зложелателей, для враждующих против меня. Еще что значит имени твоего ради? «Хотя, говорит, я грешник и исполнен бесчисленных зол, но знаешь, что ты не попустишь нам погибнуть, чтобы не посрамилось имя твое». Так он сам говорит у языки Илья. «Не ради вас, но ради имени моего, чтобы не сквернилось оно в язычниках». Изыки Илья 36.22. «То есть мы недостойны спасения, и за свои дела не можем ожидать ничего доброго, но ради имени твоего ожидаем спасения. Нам осталась эта надежда спасения». «То есть в предвещаниях и постоянных обетованиях человека любви и благости его я имел священный якорь и не отчаивался за себя. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово его уповаю». Илья 5. «То есть во всю жизнь, во всякую ночь и день подлинно ничто так не может доставлять спасение, как постоянное обращение к нему, как сохранение этой надежды, хотя бы стеклось бесчисленное множество обстоятельств, подвергающих нас в отчаянии. Эта стена несокрушимая, безопасность невозмутимая, крепость непобедимая. Поэтому хотя бы обстоятельства угрожали смертью, опасностью, совершенной погибелью, не переставай надеяться на Бога и ожидать от Него спасения, потому что для Него все легко и удобно. И из безвыходных обстоятельств Он может доставить выход. Не тогда только надеяться получить Его содействие, когда дела твои текут счастливо, но особенно тогда, когда настанет волнение и буря, когда будет угрожать крайняя опасность, тогда-то особенно Бог и показывает свою силу». Таким образом, смысл слов пророка следующий. «Должно надеяться на Бога постоянно, во все время, во всю жизнь. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра». Более, нежели стражи утра. Что значит «у Господа милость»? Здесь говорит сокровищница и источник человеколюбия, постоянно текущий. Где милости, там и избавление. И не просто избавление, но много избавления и беспредельная пучина человеколюбия. Итак, хотя бы грехи предавали нас погибели, мы не должны падать духом отчаиваться. Там, где милость и человеколюбие, не требуется строгого отчета в грехах, так как судья по великой милости своей и по расположению к человеколюбию многое прощает. Такой судья – Бог, готовый и расположенный постоянно миловать и давать прощение. И Он, Израиль, Израиля избавит. Да уповает Израиль на Господа, и у Господа милость и многое у Него избавление. Он избавит Израиля от всех беззаконий Его. Если Бог таков, если везде источается великое человека, любя Его, то несомненно, что Он спасет и народ свой и избавит Его не только от наказания, но и от грехов. Зная это, будем и мы призывать и просить Его и никогда не отступать, получим ли мы или не получим. Если в Его власти дать, то в Его власти и то, когда дать. Он сам точно знает для этого время. Итак, будем просить, молить, уповать на Его милость и человеколюбие и никогда не отчаиваться в своем спасении, но будем делать должное с нашей стороны и тогда, несомненно, последует нужное с Его стороны. Так как у Него неизреченная благость и беспредельное милосердие, которых досподобимся все мы, благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, со Святым Духом. Слава во веки веков! Аминь.